дорогие друзья приветствую вас на канале полковник сегодня я познакомлю вас с жизнью и творчеством алексея смирнова актера театра и кино заслуженного артиста алексей смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе данилове ярославской области в середине 20-х годов семья переселилась в ленинград его отец рано ушел из жизни а мать осталась с двумя детьми у алексея был еще и младший брат аркадий еще в школе алексей стал играть в драм-кружке а в 1940 году окончил театральную студию при ленинградском театре музыкальной комедии был принят в труппу этого же театра однако начавшаяся вскоре война заставила его забыть о сцене на несколько лет смирнов попала в войсковую разведку неоднократно ходил в тыл врага и дослужился до должности командира взвода за мужество и героизм проявленные на фронте он стал кавалером двух орденов славы однако завершить войну в берлине ему так и не удалось во время одного из боев алексей смирнов был сильно контужен взрывом снаряда и после лечения в госпитале комиссован сорок шестом он вернулся в ленинградский театр музыкальной комедии будучи неизвестным актер жил бедно потому что не было значимых работ в театре из-за многочисленных гастролей смирнов не мог уделять достаточно времени уходу за матерью у которой после гибели брата аркадия на фронте ухудшилось здоровье и поэтому он покинул театр перед авлинга с эстраду концу 1950-х годов алексей смирнов стал известен и среди кинематографистов выходят фильмы с его участием кочубей роман и франческо полосатый рейс всесоюзную известность актеру принесли роли в картинах леонида гайдая после роли в фильме деловые люди он оказался широко востребован режиссерами которые помимо таланта перевоплощения ценили ум и покладистость актера он не только понимал режиссерские задания но и безоговорочно выполнял любые трюки будь то падение купание в ледяной воде или непосредственный контакт с дикими животными в 1964 он снялся в зайчики у леонида быкова который впоследствии стал его близким другом наиболее известной ролью актера стал хулиган и тунеядец федя из комедии леонида гайдая операция и и другие приключения шурика реплики героя фильма в липач карик кто не работает тот ест учись студент и многие другие стали частью советского фольклора затем он снялся в фильмах добро пожаловать или посторонним вход воспрещен айболит 66 свадьба в малиновке удар еще удар семь стариков и одна девушка во всех этих фильмах он выступал в комедийных амплуа но как и в театре актер мечтал играть драматические роли в шестьдесят седьмом году его пригласили для участия в фильме житие и вознесение ураса братчика но из-за цензуры массовый зритель этот фильм так и не увидел позже режиссеры фильма разведчики зная фронтовых заслугах актера пригласили его в свой фильм в 1974 на экраны страны вышел фильм в бой идут одни старики где быков сыграл роль командира эскадрильи титаренко а смирнов его механика леонид быков настоял на утверждение актера на эту роль фильм был восторженно принят зрителями а образ механика которого сыграл алексей смирнов впервые по-настоящему высветил способности актера играть драматические роли но как он сам с грустью замечал как жаль что я так поздно нашел своего режиссера алексей смирнов никогда не был женат перед войной он сделал предложение своей возлюбленной но так как из-за контузии полученный на фронте актер не смог впоследствии иметь детей он скрыв настоящую причину разорвал помолвку наиболее близким человеком для артиста осталась его мать которую по словам коллег смирнов боготворил он до конца жизни прожил с матерью в старой коммуналке не сумев получить отдельную квартиру несмотря на свою известность и боевые награды будучи одиноким актер увлекался чтением дома он собрал большую библиотеку и на съемках айболита 66 удивил коллег знанием японской поэзии другим увлечением смирнова было коллекционирование различных насекомых и пресмыкающихся которых он хранил дома в заспиртованном или засушенном виде кроме того артист собирал газетные и журнальные вырезки о себе но таковых было не очень много в последние годы жизни здоровья смирнова значительно ухудшилась причиной тому были фронтовые раны самоотверженная работа в кино во время съемок он никогда не пользовался услугами дублеров невзирая на риск для здоровья это значительно и осложнило его профессиональную деятельность алексей смирнов даже не смог сняться в кинокартине леонида быкова от ибо отошли солдаты куда тот его настойчиво приглашал алексей смирнов находился в ленинградской больнице 7 мая 1979 года в день выписки услышав скорбную весть о смерти леонида быкова который накануне погиб в автокатастрофе лег на кровать отвернулся к стене и умер актеру было всего лишь 59 лет в городе данилов ярославской области на доме в котором жил алексей смирнов была установлена памятная плита в харькове установлен памятник алексею смирнову в роли механика из фильмов будут одни старики к столетию со дня рождения актера выпущен художественный конверт тиражом 1 миллион экземпляров дорогие друзья и гости моего канала если вам понравилось видео ставьте лайк оставайтесь с каналом полковник я хочу чтобы у вас все было хорошо счастье и благополучия вам и вашим семьям всегда жду вас в гости